МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала ЖЦУ новости. В студии для вас работает Айнур Мирханова. Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Начале выпуска. Коротко о главном. В соседний город за 80 в тенге. Между Алматы и Капшагаем начал курсировать бюджетный пояс с условиями комфорта первого класса. Обман длиною 24 года. Жительница Текеле рассказала, как была последователем свидетелей Еговы. Юные спасатели. В Велисском районе открылся еще один кадетский класс. ГАЗУИМ. Четыре населенных пункта в Коксусском районе планируют подключить к экологически чистому топливу. Старт работ по газификации сел Мамбет, Жамбыл, Мукры и Бескайнар намечен уже на следующую неделю. Ну а пока в регионе к заключительной фазе подходит подготовка к предстоящему отопительному сезону. О том, что сделано, расскажет Ануар Романгельдинов. Коксу-Жилу теплом обеспечивают все государственные учреждения села Балпахпи и порядка 50 многоэтажных домов. Котельная одна, но мощности ее достаточно, говорят специалисты. В преддверии начала отопительного сезона идет текущий ремонт. Всего в работах задействовано 40 человек. Сейчас идет замена циркуляционных насосов, промывка идет. Устанавливаем новые щиты, оборудование, замена электротехнической части. У нас в котельной есть 5 котлов мощностью по 3-4 килограмм. Общий где-то 15-7 отапливается. С прошлого года мы перешли на газовое отопление. Мазутное отопление у нас, как в целом мы его не отключали, он находится как резервное отопление, на резерве стоит постоянно. Как у нас, если газ отключается, мы можем перейти на мазутное отопление. В число 30-го в конце месяца мы уже 100% готовы к отопительным сезонам. К заключительной фазе подходит и подготовка тепловых сетей. На данный момент выполнено 97% работ. В ходе ремонта заменено 800 метров труб. Всего общая протяженность тепловых сетей в селе Балпахпи составляет порядка 14 километров. В реконструкции тепловых сетей задействованы 3 единицы техники и 20 рабочих. Ими заменены старые трубы на новые, которые больше диаметром и прочнее. Помимо ремонтных работ, в районе ведется деятельность и по обеспечению населения углем. В этом году потребность составляет 31 тысячи тонн твердого топлива. На сегодняшний день на четырех тупиках имеется 21 тысяча тонн угля. Население берет. Ажиотажа нет. Средняя цена – 14 тысяч тенге за тонну. Хотелось бы отметить, что постепенно жители райцентра переходят на природный газ. Сейчас к голубому топливу подключились более 600 абонентов. До конца года планируем подключить около тысячи домов. На сегодняшний день в районе доступ к экологически чистому топливу имеют лишь жители села Балпахпи. Однако в скором времени картина поменяется кардинально. По словам местных властей, уже со следующей недели начнется газификация аулов Мамбет, Жамбул, Мухры и Бискайнар. Завершить работы планируют до конца текущего года. С 20 сентября возобновлено железнодорожное сообщение Алматы-Капшагай-Алматы. Поездом Туран-Экспресс можно добираться за полтора часа и всего за 80 тенге. Власти Южной столицы надеются, что новый маршрут будет полезен людям, добирающимся в Алматы на работу, а также позволит разгрузить пригородные трассы. Поезд отправляется ежедневно со станции Капшагай в 5 часов утра 52 минуты, а со станции Алматы-1 в 18.58. Время следования – полтора часа. Таким образом, население, живущее в пригороде, успевает попасть на работу в мегаполисе даже к 8 утра. Оплата за проезд производится транспортной картой ОНАЙ или наличными. Но в обоих случаях цена составляет 80 тенге. «Маршрут Алматы-Капшагай начал курсировать 20 сентября для населения, которое трудится в мегаполисе, для их удобства и безопасного передвижения. Ажиотажа сейчас не наблюдается, но маршрут пользуется спросом, и с каждым днём пассажиров становится больше». В составе пять вагонов. Они оборудованы системами кондиционирования, имеются розетки, столы и комфортабельные сидения. Также в поезде есть инвалидные коляски и носилки при необходимости транспортировки пассажиров в чрезвычайных ситуациях. За эти четыре дня маршрут оказался довольно популярен и среди алматинцев. Выезжать на уикенды, особенно летом, теперь будет гораздо удобнее, считают многие из них. Пассажиры уверены, нужно пользоваться наличием железной дороги. Это не только безопасно, но и благоприятно влияет на экологический климат в целом. «Я считаю, что это прекрасный подарок к 50-летию Копчегая, который отмечается в сентябре. И это самый комфортный и удобный вид общественного транспорта. Мировая практика показывает, что транспортные проблемы мегаполиса нельзя решить без использования рельсового транспорта. А здесь у нас есть железная дорога, и сам Бог велел использовать ее. Что очень хорошо, электричку в Копчегай можно оплатить онай». Это не первая попытка властей запустить сообщения в пригородные пункты. Однако в 2015 году маршрут был закрыт из-за отсутствия спроса. Как заверили нас представители компании «Туран-Экспресс», маршрут Алматы-Копчегай будет курсировать постоянно. Аделя Кжаркенова, Ербола Тантелов, телеканал ЖИЦУ. Обман длиною в 24 года. Жительница города Текеле рассказала о том, как попала в общество свидетели Ягова и о том, как там обращались с обманутыми людьми. Многие наслышаны об отрицательных действиях религиозного течения. Но что именно происходит с теми, кто вступает в их ряды, расскажет Рустам Ралбаев. Савера Абдухалыкова покинула группу свидетелей Яговы только два года назад. В ней она состояла 24 года, начиная с 1994. На тот момент она работала преподавателем, состояла в браке и воспитывала двоих детей. Впервые она столкнулась с представителями этой религиозной группы, когда проживала в городе Алматы. В дверь постучались приветливые и вежливые люди. И после проведенной беседы смогли убедить ее посетить их собрание. Со временем она стала там регулярным гостем, а затем и полноценным участником. Семья жила в Асавере благо и всеми силами пыталась убедить ее покинуть ряды свидетелей Яговы. Однако уговоры последних оказались сильнее. Психологи, обученные убеждать, смогли сохранить Аверу в своих рядах почти на два с половиной десятилетия. Когда человек первый раз приходит, конечно, к нему очень большое внимание, проявляет как бы любовь. Это все у них не от чистого сердца. Ну, как бы заинтересовать все, прикладывать усилия для этого человека. И проводит с ним изучение, так называемую Библию. А потом уже, когда этот человек привыкает, свыкает, так бы как друзей находит, и дают задание этому человеку. Он должен проповедовать обязательно. Чем больше проповедовать, тем больше для них это удовлетворяет их запросы. Материальные средства, пожертвования, это обязательно. В свои ряды они вербовали даже детей дошкольного возраста. Для них существуют отдельные фильмы и литература. Савера Абдуховыкова рассказывает о случаях, когда родители добровольно убеждали своих детей примкнуть к их рядам, думая, что поступают правильно. У них основная цель – это приглашать людей. Как возможно больше людей, для них это очень огромная польза. Потому что от каждого человека они получают прибыль. И недвижимость, и золотом, и деньгами. Все это у них, это материальные ценности на первом месте. Сейчас она жалеет о том, что примкнула к их рядам и о том, что недостаточно времени уделяла семье. Она призывает не повторять ее ошибок и не поддаваться на уговоры подобных людей. Казахстанская певица Данелия Тулешева проиграла в финале мирового шоу «Америка ищет таланты». По результатам зрительского голосования победа присуждена мастеру ораторского искусства по имени Брэндон Лик. Победитель получил в качестве приза миллион долларов. Всего в финале приняли участие 10 артистов, 6 из которых вокалисты разных возрастов. Ночной клуб, нарушивший карантин, выявлен в Нур-Султане. В 3 часа 31 минуту в столичную полицию поступил вызов о том, что заведение «Алания» функционирует и в нем шумят посетители. По вызову на место незамедлительно были направлены наряды полиции. К моменту приезда сотрудников полиции в зале находились около 70 человек. Для дальнейшего разбирательства управления полиции района Алматы были доставлены 32 нарушителя. Все привлечены к административной ответственности за нарушение тишины. Наказание ждет и владельцев клуба. Собранный материал по нарушению карантинного режима направлен в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг. Ранее руководство клуба неоднократно привлекалось к административной ответственности за нарушение карантинного режима. Казахстан в Казахстане. Казахстан является продолжением курса на гуманизацию уголовного законодательства. Особо опасный рецидивист задержан в Талдыкургане. Мужчине инкриминируется совершение серии краж. Начиная с апреля этого года в Талдыкургане участились кражи из частных домовладений. Вор следил за тем, когда хозяева покидали жилище и, пользуясь оставленными открытыми дверями, проникал внутрь. Иногда взламывал замки, разбивал и выдавливал окна. В числе похищенного имущества различная бытовая техника, продукты питания, велосипеды. Первое преступление, за которое занялся уголовное наказание, вор рецидивист совершил 15 лет. Позднее неоднократно оказывался в местах лишения свободы, где в общей сложности провел 35 лет. Для его поимки полицейскими были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых особо опасный рецидивист и был задержан. Подозреваемому на сегодняшний день удалось доказать 12 эпизодов. Часть похищенного наши сотрудники нашли и вернули законным владельцам. Остальное подозреваемым было продано, а деньги потрачены на собственные нужды. Оперативники изобличили его, доказав все 12 фактов. Подозреваемый в настоящее время с учетом криминального прошлого содержится под стражей. Продолжается его проверка на причастность к другим нераскрытым преступлениям на территории области. Полицейские Кербулакского района задержали скотокрадов. Злоумышленники похитили 6 безнадзорных коров. По подозрению в совершении преступления, двое граждан взяты под стражу. Возраст предполагаемых преступников 25 и 29 лет. В ходе следствия сотрудники полиции выяснили, что подозреваемые увезли коров на автомашине ГАЗ-53. В целях сокрытия преступления вывезли скот в соседний Коксусский район и продали по дешевой цене. Стоит отметить, что ранее подозреваемые не привлекались к уголовной ответственности. В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование. Весь похищенный скот стражи порядка вернули законным владельцам. Спасибо сотрудникам полиции. В течение двух-трех дней после подачи заявления наш скот был найден. От этого случая мы получили большой жизненный урок. Теперь будем следить за своим скотом. В сентябре полицейские Кирбулагского района задержали четырех подозреваемых в совершении краж чужого скота. Их незаконные действия отнесены к категории тяжких преступлений. Кроме того, в ходе спецоперации стражи порядка отыскали и вернули законным владельцам пять лошадей, шесть коров и много мелкорогатого скота. Компания Tesla потеряла около 50 миллиардов долларов рыночной стоимости. Акции корпорации рухнули на 5,5% после выступления Илона Маска. Клава компании пообещал в течение трех лет снизить стоимость производства аккумуляторов, которые к тому же будут в пять раз более емкими. Это позволит создать доступную машину стоимостью 25 тысяч долларов, да еще с автопилотом. Сейчас самая дешевая Tesla стоит без малого 40 тысяч. Инвесторы ожидали от Маска совсем другого. Рассказы о конкретных мерах по снижению затрат, которые помогли бы электромобилям стать дешевле бензиновых, они не услышали. Стоит отметить, что автомобиль дорог не только при покупке, но и в эксплуатации. Ведь аккумуляторы приходится менять, а именно они – самая дорогая часть электромобиля. Расплывчатые планы на несколько лет рынок счел неубедительными. Французская государственная железнодорожная компания CNCF собирается запустить скоростные поезда на территории Испании. Это будет первый случай в Европе, когда скоростной железнодорожный транспорт в одной стране будет обслуживаться с территории другой. Доступ к сети испанских скоростных железных дорог французский перевозчик получил в рамках политики либерализации. Девять поездов компании, билеты на которые должны быть дешевле, чем на испанские поезда, начнут совершать регулярные рейсы с 14 декабря. Они будут курсировать по самым востребованным маршрутам. Миру грозит дефицит бананов. Нехватку плодов предрекают из-за извержения вулкана в Эквадоре. Лава поразила 55 тысяч гектаров банановых культур в стране. Отмечается, что от пепла пострадали полтора миллиона коробок фруктов, что соответствует 25-30% от объема экспортируемой продукции. Эквадор поставляет фрукты странам Европы, Ближнего Востока и СНГ. Оказание первой доврачебной помощи, правильное использование огнетушителя, безопасность на льду. И всему этому учат с детства. Кадетский класс юных спасателей открылся на базе одной из школ села Утигенбатыр и Лисского района. Профессиональные спасатели обучат школьников о зам элементарных правил безопасности. Кадетский класс формирован в канун 25-летия органов гражданской защиты. Сейчас там обучаются 23 школьника. Настоящие асы спасательного дела провели для юных кадетов в мастер-класс. Ребята узнали, как вести себя в чрезвычайных ситуациях и ознакомились со спецтехникой. Сотрудники ОЧС прочитали лекцию о пожарной безопасности. Целью открытия таких кадетских классов является гражданское правовое воспитание подрастающего поколения. Данный класс переводится на особый формат обучения, а именно дополнительно проводятся занятия, факультативы по изучению дел гражданской защиты, правоохранительных органов в целом. Чем самым воспитывая и дисциплинируя подрастающее поколение. В учебную программу включены дополнительные уроки, факультативные занятия в сфере гражданской защиты, начальные военные подготовки, занятия по правоохранительной тематике и так далее. Помимо прочего, с детьми проводят еженедельно тематические уроки сотрудники ДЧС Алматинской области. С сотрудниками ОЧС Ильинского района еженедельно проводятся занятия. В этом году в связи с санитарными требованиями эти занятия мы проводим в онлайн режиме и на свежем воздухе. Наши сотрудники приходят в школу и, соблюдая санитарную дистанцию, проводят занятия. Для новоиспеченных кадетов разработали и шили специальную школьную форму по аналогу формы спасателей. Дополним, это уже второй класс юных спасателей, открытый на базе школы Бутягин-Батыра. Первый был сформирован 1 сентября 2019 года. Дамир Анитов, при содействии Департамента ОЧС Алматинской области. Любимый Талдыкурган. Презентация книги о достижениях областного центра состоялась в преддверии Дня города. Четвертое по счету издание в количестве 400 экземпляров является продолжением цикла книг о достижениях областного центра. В знаковом событии приняли участие представители Совета старейшин, депутатского корпуса, городского общественного совета и учебных заведений Талдыкургана. В ходе мероприятия за вклад в развитие города благодарственными письмами наградили руководители учебных и дошкольных учреждений. По старой традиции, десятки экземпляров книги будут переданы в фонд библиотек образовательных учреждений. По мнению организаторов, издание послужит настольным путеводителем для подростков и молодежи, поможет лучше узнать историю родного края и его тружеников. В рамках мероприятий, посвященных Дню Города, мы презентуем еще одну книгу, называется она «Сюит Халам Талдыкурган». Она является продолжением ранее выпущенных книг и преследует в основном цели запечатлеть те достижения, которые мы достигли в социально-экономической жизни города Талдыкургана, стать методическим пособием по изучению родного края, именно истории города Талдыкургана. Книга запечатлела новые объекты, которые были воздвигнуты в последние годы. Я думаю, что это будет замечательным сувениром для наших гостей и, в общем, способствует именно изучению и любви к родному краю, к ЖТСУ. Сборная команда Алматинской области по казах-куресе начала подготовку к чемпионату Казахстана. Соревнование по национальному виду спорта состоится в середине ноября в городе Нур-Султан. В прошлом году семереченцы завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. По итогу заняли третье общекомандное место. Стоит отметить, что первенство страны – отбор на более крупные старты. Так, например, Ербол Алдухан стал чемпионом Азии, Ержан Рангаеб стал бронзовым призером чемпионата мира. Борцы ставят перед собой высокие цели – вернуться с победой как в личном, так и в командном зачете. Тренеры также возлагают большие надежды на житцузских спортсменов. Сейчас активно готовимся. Борцы отправляются на учебно-тренировочный сбор в Нур-Султан. У нас целый ряд спортсменов, способных завоевать чемпионат Казахстана, которые уже становились призерами и победителями в прошлом. На них мы и делаем упор. Такими событиями был насыщен сегодняшний день. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин